Фильм «Ёлки». Многие смотрели фильм «Ёлки», да? И мне очень нравится там один эпизод «Правила семи рукопожатий». Вот если ты одному там пожмешь, сделаешь доброе дело, этот человек другому передает, и то есть получается как круги на воде, вот такие круги, когда ты можешь помогать многим людям. И вот я на сегодняшний день не просто так помогаю людям, живущим с ВИЧ-инфекцией, я сама лично живу с ВИЧ-инфекцией 16 лет, и причем, ну, по мне не скажешь, да, там что-то у меня не так на лице, многие думают, что там ВИЧ-инфекция это что-то страшное, что-то, с чем нельзя, о чем нельзя говорить, вот тоже начала волноваться. Но я начала помогать людям, сначала женщинам с ВИЧ-инфекцией, почему? Потому что это помогало мне самой справиться со своей жизненной сложностью. Это мне помогало, и на сегодняшний день, наверное, помогает до сих пор, ну, и сейчас я уже как бы к этому нормально отношусь, раньше, конечно, было бы излива. И вот, по поводу елки. Скоро Новый год, и я к вам всем предлагаю совершить некое волшебство. Я ежегодно помогаю нашим сиротам ВИЧ-инфекцией со всего Татарстана. Они пишут письмо Деду Морозу, они уже его написали. А мы в этот раз решили не просто так, чтобы подарить ребенку вот этот подарок, который он мечтает. У нас в основном они сироты. А мы еще вот такие красные ленточки сами, своими руками наплели из войлока. И нашили там бисер, и это очень красиво получилось. Очень такое авторские красные ленточки. И мы решили тем, кто нам поможет, нашим ребятам, сделает подарок Новому году, мы ему в подарок красную ленточку подарим. И самое интересное, что не просто подарим. Скоро у нас 1 декабря. А 1 декабря, Всемирный день борьбы со скидом. Я считаю, очень важно говорить в этот день просто о том, что существует такой день, и когда нужно помнить о том, что происходит у нас в мире. Вообще, по темпам распространения ВИЧ-инфекции на сегодняшний день Россия занимает третье место. Это лидирующее место. Казалось бы, ну что-то странное происходит. Но если мы вместе будем говорить об этом легко и спокойно, вот как я сейчас перед вами говорю, да, и помогать таким же ребятам, чтобы они ответственно отношились к своему здоровью, и я предлагаю всем 1 декабря одеть красные ленточки себе на пиджачок, наши авторские, и заодно помочь нашим детям. Спасибо. Ну, парень, что ты взяли. Три минуты. Хорошо. Уже, 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 уже опыт, уже в 3 минуты выкладываешься. Хорошо. Так, да, дай так, пожалуйста. Слушай, ну вообще шикарно. Вот, ну, видел твои предыдущие представления, где-то там, театрализованно все это дело. Сейчас прям все так натурально, живо, сочно. Ну, круто, интересно будет тебя слушать. Мне понравилось. Класс. Так, да, 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 пожалуйста. Давайте, давайте, вы там договоритесь, семейная парочка. Мне показалось, что ты тоже сейчас хотел сказать. Ну, мне немного, как бы, все было вроде бы хорошо, да, но я не совсем поняла эмоцию в какие-то моменты. То есть у тебя немножко было одно и то же выражение лица, это улыбка. И ты когда говорила про что-то грустное, и про что-то веселое, и про что-то там важное для нас, и все вот одна эмоция, и я не поняла, как ее оценивать. То есть я вроде мозгами понимаю, но когда я смотрю, думаю, мне сейчас плакать, или там смеяться, или что. Что мне делать вообще? Да, да, да. Хорошо, да, интересное замечание, так? Ну, это вот по этому параме, целью для этого вопроса. Почему Россия на третьем месте по темному распространению ВИЧ-инфекции? На мой взгляд, просто потому, что мы ведем, ну, у нас, во-первых, лидирует половой путь передачи, и это люди от 35 кач. Нет, давай, проще сказать, объясни людям, каким образом передается ВИЧ-то? ВИЧ передается в первую очередь половым путем, а кровь, когда попадает в кровоток другого человека, и от матери к ребенку, если мама не соблюдает лечение. То есть всего три пути. То есть в России, в третьем мире, да? В России, третье место после Уганды и Нигерии. Ого! И если мы сегодня не задумываемся об этом, то 1 декабря пора прочитать про это, подумать и вместе что-то сделать, совершить благое для, хотя бы для Татарстана. Так, кто еще раз? Я просто от себя хотел бы добавить, что вы очень сильная женщина, потому что вы сами как бы делитесь этим, не только рассказываете свою личную историю, да, а еще помогаете другим близам тем самым. Лада, проходит, хотела я их? Нужно добавить этот момент про Уганды и Нигерию, потому что это наше шокировало. Да, я просто торопилась.